А вот другой крупный государственный монополист, НакНафтогаз, ну неизменно находится в центре скандалов. И на этой неделе, так сказать, взял новую высоту. В минувший вторник еще оставшиеся на Псовете компании независимые директора заявили о своем намерении уйти в отставку. Это британцы Пол Ворвик и Маркус Ричардс. Их объяснение правительство мешает реформам в отрасли. Естественно, британцев поддержал и Андрей Коболев, глава Нафтогаза. В правительстве с ответом не медлили. Уже в среду эта тема стала одной из главных на заседании Кабмина. Премьер-министр Владимир Гройсман практически напрямую заявил о том, что в Нафтогазе сегодня блокируют процесс демонополизации компании. А главное еще и требует поднять и без того высокую цену на газ. Очень важно продолжить реформу НакНафтогаз Украины. В том числе и провести анбанглинг, то есть разделение транспортирования, сберегания и добывания и продажи газа. Для того, чтобы демонополизировать монополиста, который сегодня может диктовать любые правила на нафтогазовом рынке. Монополии завжди пытаются использовать свое состояние, именно для того, чтобы не оборудованно подвищать цены, або подвищивать вытраты. Мы будем все делать для того, я не допущу, чтобы никакая монополия не оборудована, хотя бы как-то приближалась до корректирования цен на газ в нашей стране. Речь идет о повышении цены на газ почти на 20%. Эта тема обсуждается в кабинетах власти еще с середины лета. Естественно, под давлением МВФ. Логику нафтогаза, конечно, тоже можно понять. Чем выше цена, тем выше прибыль компании. Но выше и тарифы, а значит недовольство украинцев, которое отразится на популярности власти в целом и Кабмина в частности. Поэтому в правительстве, даже несмотря на весьма жесткие заявления представителей МВФ, цену на газ повышать отказываются. Как минимум в этом отопительном сезоне. Ну а весной?